Это ежедневная программа Сенат, программа о законах и о тех, кто над ними работает. Здравствуйте, я Георгий Коптелин. Сегодня мы поговорим о важнейшем аспекте внутренней, да, наверное, и внешней политики России, о развитии регионов Сибири и Дальнего Востока. Регионов, одаренных практически всем, от людей до ресурсов, но также обладающими большими проблемами в инфраструктуре, от транспорта до социальной. Как можно сделать так, чтобы экономика этих регионов развивалась инновационно? Как заставить инвестиции прийти в эти регионы и как, главное, сделать комфортной жизни людей, которые живут в этих областях? Об этом поговорим сегодня, потому что эта тема обсуждалась недавно на Байкальском международном экономическом форуме. Он прошел на минувшей неделе в Бурятии. И я под эгидой Совета Федерации, я представлю участников нашей программы. Вячеслав Анатольевич Штыров, заместитель председателя Совета Федерации. Здравствуйте, приветствуем вас. Геннадий Александрович Горбунов, председатель комитета Совета Федерации по аграрной и продовольственной политике и природопользованию. Приветствуем. Добрый вечер. И Виктор Семенович Касауров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте тогда начнем непосредственно с форума, потому что все те самые вопросы, о которых я так вскользко сказал, обсуждались на этом форуме. Какие его основные итоги тогда, Вячеслав Анатольевич, вы занимались подготовкой и непосредственно активно участием, принимали в нем? Как и все участники нашей беседы, тогда вам первым условом. Ну прежде чем говорить непосредственно об итогах международной конференции в ЛНД, которая проходила в рамках Байкальского экономического форума, я хотел бы напомнить о том, что в последние годы у нас в стране проходит очень много разных таких мероприятий, которые называются форумы, конференции, посвященные разным вопросам. Экономическим, политическим, социальным. Ну и это закономерно, потому что необходимо вырабатывать подходы к решению таких наиболее злободневных проблем, которые есть у нас. Но среди многообразия всевозможных формов конференций, которые проводятся в стране, все-таки так постепенно сложилось такое понятие о том, что есть как бы три главных ведущих форума. Один из них, естественно, самый главный форум, это Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, который проходит под егидой президента Российской Федерации. Последние годы стал очень важным, значным форумом, который проходит в Краснодарском крае. В Сочи он посвящен в основном инновационным проблемам, решающим скрипку в его проведении, значит, играет правительство Российской Федерации. И вот Байкальский экономический форум международный, который проводится традиционно под егидой Совета Федерации, уже начиная с 2000 года. Почему к нему всегда бывает такое присоединенное внимание? Потому что, как правило, тематика форума посвящена проблемам развития Сибири и Дальнего Востока, важнейшего макрорегиона, если хотите, в 21 веке, который будет играть, видимо, главную роль в экономическом, социальном, геополитическом развитии нашей страны. И сложилась такая традиция, когда форум проводится один раз в два года в Иркутске, а в промежутке между форумом международной экономической конференцией. Она бывает в разных городах. Вот в этом году, значит, была в ЛНУДе. К ней было приковано очень большое внимание, потому что момент такой исторический. Сейчас очень много говорится о проблемах развития Сибири и Дальнего Востока, о значениях для будущего страны. И вот прошел саммит ЭТС, который очень много дал для понимания ситуации вообще в Тихианском регионе и положение там России. Вот правительство Российской Федерации в 2009 году утвердило стратегию развития Дальнего Востока. Разрабатывается государственная программа развития Дальнего Востока. И, конечно же, в свете разработки государственной программы есть такая настоятельная необходимость уточнить некоторые подходы. И самое главное, найти механизмы, рычаги реализации утвержденной стратегии, которые легли бы в эту программу. В форуме приняли участие 1300 человек во всех мероприятиях форума. И были руководители Совета Федерации во главе с председателем Валентином Ивановичем Матвиенко, правительство во главе с Аркадием Владимировичем Дворковичем, всех субъектов Федерации, исполнительная законодательная власть, депутатский корпус. Очень много присутствовало ученых и экспертов. И очень так важно, что на этот раз в форуме участвовало очень много молодежи. Была проведена специальная молодежная конференция. Они участвовали прямо в круглых столах и могли высказать свое мнение по будущему развитию России. Основные итоги форума, они сформулированы на круглых столах и конференциях проведенных. Сейчас Совет Федерации примет итоговое решение и разработает для себя план реализации этих решений форума с точки зрения законодательной деятельности. Ну и естественно по согласованию субъектного федерации, с правительством. И все это посвящено поиску инструментов, рычагов развития Дальнего Востока. Это и подходы к властному развитию, это и вопросы государственного партнерства, природоохраны, развития сельского хозяйства, развития социальной сферы. И я думаю, получится весомый такой документ в копилку разработки новой госпрограммы. Там даже были какие-то большие контракты заключены, насколько я знаю. Ну конечно, как водится, на форум съезжаются представители очень большого и малого бизнеса. И мы специально стимулируем, чтобы не только крупные такие предприятия, монополии, как предположим, там РАОЖД или Газпром или ФСК участвовали, но и побольше было представителей малого и среднего бизнеса. И в том числе мы даем возможность найти свою нишу, свою судьбу и подписать многие контракты. На этом форуме было подписано десятки разных контрактов, примерно на 62 миллиарда рублей. И они посвящены в основном инвестициям в Байкальский регион и в первую очередь в Республику Бурятия. Давайте тогда сейчас так поговорим вот о чем. То есть, в принципе, понимание о том, что значит регион для России, наверное, для кого не секрет. Но хотелось бы подробнее услышать то, о чем говорили участники форума. Вы как присутствовали там, слышали это все. Какие основные проблемы назывались? И какие, соответственно, пути решений можно было бы к ним предложить? Тогда давайте уже просто по очереди говорим. В рамках Международной экономической конференции «Новая экономика, новые подходы» по нашей кафедре было два круглых стола. Эта работа проводилась задолго до начала этой конференции совместно с органами исполнительной власти Бурятии, представителями федеральных министерств, ведомств. Вячеслав Анатольевич сказал, что значительное количество присутствовало научной общественности. Мы даже привлекли руководителей крестьянских фермерских хозяйств. И в городе ОНД в рамках Байкальско-экономического форума два круглых стола по теме законодательного обеспечения социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в условиях особого режима хозяйственной иной деятельности на Байкальской природной территории, которая уникальна по своим, о чем мы еще дальше будем говорить. И тема, которая наиболее злободненна, мы считаем не только для Сибири, она и для всей России, в Сибири особо сохранение и развитие малых сел, основа устойчивого развития сельских территорий. Особое значение, конечно, это ярко выражено на примере самой Бурятии. Именно там малые крестьянские форумы хозяйства дают до 80% сельскохозяйственной продукции. До 80% через эту категорию хозяйств. В работе круглых столов приняло участие порядка 160 человек. Предметом обсуждения вопроса это совершенствование аграрного и природоохранного законодательства, проблемы пути развития агропромышленного комплекса, именно с неблагоприятными природно-климатическими условиями. И, конечно, коснулись темы в связи с новыми условиями вступления ВТО. И здесь, конечно, важный аспект для нас, для законодателей, один из вопросов, который прозвучал, и мы соответствующие рекомендации написали, это есть определенная часть законопроектов, которые мы приняли, но они сегодня не работают в связи с отсутствием принятия подзаконных актов, которые должно сделать правительство. Конечно же, в начале своего выступления я и мои коллеги говорили и для себя задавали вопрос, что дает нам вообще эта конференция и сам форум и так далее. И у нас сомнения есть, может быть, мы проводим каждый год, записываем что-то, но когда проанализировали, посмотрели, и у нас было, что выдать на гора и сказать, вот это мы решили, вот это сделали, вот это сделали и так далее. И это признали участники, даже и нам некоторые аспекты, и вехи, и достижения наших договоренностей реализации, они сами нам об этом говорили. То есть некий отчет получился еще? Естественно, да. Мы с этого и начали, потому что знали, что этот вопрос будет из зала, а мы его сами для себя задали и, в общем-то, убедились в том, что что-то сделано, но еще больше надо сделать. Вот Вячеслав Анатольевич в своем выступлении сказал, что этот регион для нас, для России очень важен и в перспективе, и поэтому вот сегодня геополитическое положение и Дальнего Востока, и Сибири, форум АТС, который проходил, он много обозначил проблем, ну и подсказал пути решения. Здесь мы вот в рамках форума и рекомендаций, вот Вячеслав Анатольевич сказал, будет итоговый документ, что отличительным вот этого форума, на мой взгляд, я почти 10 лет постоянно участник, что здесь конкретно были финансы привлечены, заключенные контракты, вот порядка там 60 с лишним миллиардов, вот такое впервые. Количество участников зарубежных, на нашем столе присутствовали китайцы, присутствовали немцы, которые, в общем-то, внимательно выслушали и так далее. Но особо могу отметить, не могу ни это не сказать, что у всех, конечно, огорчил представитель Германии, который выступал и на слайдах показал уровень поддержки сельского хозяйства в Германии. И мы видели этот порядок совершенно другой. Здесь, конечно, вот один из аспектов, который мы тоже обсуждали. Мы всегда говорим, мы не требуем ничего сверхъестественного. Вот оградники и сельхозники теперь уже и больше. Проблемы, которые в природном охранном комплексе, использованию самого Байкала, прибрежной территории, мы вот об этом еще скажем. Но эти проблемы все обсуждались, и люди конкретно вносили предложения и просили нас по тем или иным направлениям более активно работать со всеми министерствами, ведомствами, с правительством в том числе, для реализации этих проблем. Виктор Семенович, а вам что, чтобы вы выделили как основную, наверное, тему, которую нужно решать? Я буквально два слова хотел бы вернуться тоже к началу подготовки нашей конференции. «Мой круглый стол» или «Наш круглый стол» назывался несколько по-другому. Но вся подготовка шла под знаком, вы помните, 8 декабря распоряжением правительства была утверждена стратегия национного развития России 2020. Естественно, конечно, и там достаточно серьезный раздел шел о формировании сети территориальных кластеров и национных высокотехнологичных кластеров. Естественно, конечно, мы не могли, как Комитет по науке, не обратить внимания на это. Я обратился к Вячеславу Анатольевичу, мы договорились, обратились к бурятской стороне и переформатировали, так сказать, саму повестку, так сказать, вот, и, естественно, конечно, подход к обсуждению этой темы. Я считаю, что эта тема, ну, иногда приходится слышать, что это очередная модная какая-то тема. На самом деле я считаю, что в стратегии инновационного развития как раз затрагиваются все формы и особые экономические зоны, и технопарки, и вот это кластеры. И, естественно, конечно, мы поставили такую тему, как территориальные кластеры, как ключевой механизм реализации региональных приоритетов инновационного развития Сибири и Дальнего Востока. Естественно, конечно, это наша перспектива. Ну, я хотел бы сказать, что по большому счету еще мало чего сделано, так сказать. Естественно, конечно, здесь больше вопросов, чем ответов. И, конечно, нам, законодателям, очень интересно было посмотреть, какова оценка людей на местах. Потому что, в принципе, эта идея, ну, как иногда у нас бывает, насаждается сверху. Она насаждается не сверху. Она насаждается и сверху в стратегии инновационного развития, и снизу территории уже готовы к формированию этих кластеров. И поэтому очень важно было сверить, что называются часы. Тем более, что мы комитетом делали выездное заседание в начале июня в Димитровграде, Ульяновской области. И там очень много интересных вопросов было поднято вот именно на территории европейской части. А как на Дальнем Востоке? И у нас принимало участие и сибирское отделение Академии наук, и представители вузов, и бизнеса. И, в общем, конечно, все сходились к тому, что сегодня, ну, элементарно нужно делать хотя бы разработка законодательных актов по понятийному аппарату. Что такое, так сказать, кластеры, какие территориальные кластеры, какие инновационные кластеры, форму государственной поддержки. Естественно, конечно, мы вышли на необходимость разработки национальной программы поддержки кластеров, потому что, ну, за этим я убужден будущее. И, ну, по традиции, как всегда, так сказать, у нас в рекомендациях идет в адрес Федерального собрания, мы, прежде всего, свой адрес высказали. И достаточно немало, в общем, я скажу, таких пунктов взяли на себя, которые, я думаю, что часть из них мы уже реализуем вот в осеннюю нашу сессию. И часть взяли на следующий год в адрес правительства. Разработка вот программы кластерного развития в адрес региональных исполнительных органов. Ну, в общем, так, как вот по сложившейся традиции. Но каких тогда не хватает более, хотелось конкретически услышать, никаких не хватает законов и подзаконных актов для того, чтобы продвигать то, что вы сказали, и, соответственно, чтобы природа была использована разумно, рационально и сохранялась при этом. В то же время развивалась высокая технологичная сектора, кластеры, те самые. Что нужно делать, какие законы принимать, что вам говорили, и вы к чему пришли. Если мы говорим о экономическом развитии этого очень богатого региона нашей России, то, естественно, это предусматривает, во-первых, разработку природных ресурсов, создание перерабатывающих производств, развитие социальной территории, взаимодействие общества и бизнеса, и государства, развитие экономики, и, конечно же, сохранение окружающей среды байкальской природной территории. Участники круглых столов, все, подавляющим большинство, подчеркивали несовершенство современного законодательства. Я уже говорил. И проблема сегодня, одно из направлений развития экономики этой уникальной зоны, и Байкала в том числе, это развитие туризма. Естественно, планируется расширение границ поселений. Это вступает обязательно в противоречие использования экологической зоны байкальской природной территории и противоречию с федеральным законом об охране озера Байкал, который в своей природе, в основе закона, запрещает перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами в земли других категорий. Но мы, люди обращаясь, говорили, мы не просим там что-то, но какие-то подходы разрешительного плана законодательства обязательно должно быть. Мы же не собака на сене, если видим, что надо здесь делать вот это, вот это. Должны эти вопросы решаться. Конечно, частично они решены сегодня в принятой 21 августа федеральной целевой программы охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской природной территории на 2012-2020 год. Но она, конечно, все проблемы не решает. И вот как просьба и поручение нам это внести изменения в федеральный закон об охране озера Байкал. Я думаю, что сам агропромышленный комплекс Сибири, Дальнего Востока, он сосредоточил, мы уже тут говорили, ресурсный потенциал. На его долю приходится почти 70%, 66% территории, 18% населения. Но этот потенциал, мы видим, мало используется. Поэтому одним из вопросов и проблем, о чем вы задали вопрос, Георгий, по законодательным направлениям, мы должны внести соответствующие поправки в законы, которые я называл. Это вот как ясно. Я хотел бы добавить буквально несколько слов. Значит, ну, кластеры, в общем-то, честно говоря, слово не очень такое приятное, русское. Но я думаю, что надо привыкать к нему. А по сути дела, это хорошо забытое старое. Это наши территориально-производственные комплексы, которые были, ну, может быть, там, 2-3 десятка лет назад. Так вот, будем говорить, там у нас была роль, тогда в директивных условиях работали, а сейчас, так сказать, в конкурентных. Ну, необходимо государственным органам власти на местах создавать соответствующие условия. Это очень важно, так сказать, на это обращали внимание, на социальную, транспортную, жилищную инфраструктуру. И вот над этим надо работать в законодательном плане. Александр Анатольевич, а как над этим можно работать в законодательном плане? Потому что очевидно, что для того, чтобы строить дороги, нужны деньги. Для того, чтобы подводить электричество, потому что очевидно, что в регионе не хватает энергомощности. То есть, могли бы строить что-то, а не хватает, просто ниоткуда брать. То есть, ну, законом же деньги не выдашь, скажем так. Что бы я хотел сказать. На самом деле, вот мои коллеги, Геннадий Александрович, Виктор Семенович, они возглавляли круглые столы, которые были посвящены такой проблематике, таким вопросам, которые, на самом деле, в жизни реализуются. Но встречаются те или иные препятствия, которые необходимо ликвидировать в законодательном плане. Ну, здесь говорилось о том, что, предположим, принято законодательство об охране озера Байкал, как такое всемирное территория, имеющее всемирное значение, требующие, значит, особых подходов с точки зрения экологии, с точки зрения сохранения природного ресурса. В то же время принято решение о создании на Байкале особых экономических зон туристско-репрессионных, которые предполагали бы рациональное использование Байкала в интересах всех людей, всего народа нашего российского. Но когда мы эти два закона начинаем стыковать, оказывается, значит, эту зону невозможно там создать. Один закон мешает другому. А с другой стороны, вы знаете, как очень точно, наверное, сказал один из участников круглого стола и конференции, сам закон об охране озера Байкал препятствует охране этого озера. Потому что, соответственно, с этим законом нельзя создать там ни мусоросборные пункты, значит, ни какие другие мероприятия делать, которые нужны для того, чтобы Байкал сохранить. И вот видите, вот уже такие противоречия, которые возникают в практической жизни, они сейчас находят свое применение. И вот если мы, допустим, решим вот эти коллизии между двумя законами, то мы, конечно, откроем путь для того, чтобы и природоохранная деятельность осуществлялась, и развивался новый вид бизнеса туризма. Это уже как бы вклад в практическую копилку. Или взять другие вопросы. Но вы понимаете, значит, было несколько круглых столов, и каждый брал отдельную такую большую тему. Вот Виктор Семенович говорит, тема кластерного развития, чрезвычайно, значит, актуальная. Или тема, допустим, организации государственного частного партнерства. У нас, по сути дела, одна форма существует государственного частного партнерства. Это концессия, которая описана законодательно. А в практике рождаются и другие формы, когда, например, государство строит инфраструктуру, а бизнес строит какой-то, реализует какой-то большой проект. Вот нету закона, как между ними организовать взаимодействие. На каких условиях государство строит инфраструктуру? Можно ли это делать за счет отложных платежей и так далее? Значит, вот это такие практически узелки, которые сегодня можно распутать, они как бы как раз посвящены этим круглыми столами. Но очень важно, что прозвучала вот какая вещь. Вот возьмем, допустим, ситуацию в Сибири на Дальнем Востоке. Раньше это всегда был такой опорный край, который имел опережающее развитие. Вот в ходе событий 90-х годов получилось так, что Сибирь в силу структуры своей экономики, трудностей, которые есть, природно-климатической экономикой, географической, она оказалась в более трудном положении, чем другие регионы страны. Если возьмем какой-нибудь отчет, ну, скажем, последние 10 лет, Сибирь и Дальний Восток, несмотря на свой потенциал, развивались более медленными темпами, чем страна в целом. Следовательно, и очень важное следствие, доходы населения росли очень медленными темпами, социальные проблемы не решались, и начался массовый отток населения Сибири и Дальнего Востока. Мы просто теряем, значит, эти территории. Да, последние годы принимались энергичные меры по развитию Сибири и Дальнего Востока. Достаточно сказать, что этот регион имел единственную среди других макро-регионов России специальную федеральную сельевую программу развития. Сколько денег вложено в АТС, в Восточный нефтепровод, это знаменитая Восточная Сибирь-Тихьян, вместе с созданием нефтяной промышленности, поддержка высокотехнологических кластеров в судостроении или в авиастроении. Все это было сделано. Дало это результат? Дало. Но, тем не менее, ситуация не исправлена кардинально. Это показывает о том, что мер, предпринимаемых по развитию этих территорий, недостаточно. И вот, наряду с обсуждением таких вот частных вопросов, о которых мы сейчас говорили, важных, но все-таки звучали и очень важные предложения по общим вопросам развития Сибири и Дальнего Востока, которые как раз отвечают на ваш вопрос, где взять деньги. Надо создать такие условия хозяйственные в Сибири, на Дальнем Востоке, чтобы организовать денежный поток туда, поток инвестиций, чтобы не за границей они утекали в офшорные зоны, а туда, на Дальний Восток, для реализации конкретных проектов. И постепенно мы подходим к пониманию того, что на Дальнем Востоке должны быть созданы особые условия хозяйственные в налоговой сфере 1, значит, в разрешительные всевозможные документации, значит, и так далее 2, в массированном, тотальном использовании новых форм хозяйствования, свободная экономическая зона, государственное партнерство, кластерные подходы, массированное, тотальное вливание государства в инфраструктуру. То есть надо перенаправить денежные потоки. Но как это сделать? Это же не директивная экономика, как говорит Виктор Семенович. Создать, знаете, как есть в физике, разность потенциалов, да, плюс-минус, значит, возникает течение электромагнитных волн. Вот так же и здесь. Значит, мы должны создать там особые условия, которые бы стимулировали приток капитала на Дальний Восток. Мы должны такие же особые условия создать и в социальной сфере. Ну, предположим, для того, чтобы задержать население. Значит, предположим, материнский капитал, он должен платиться уже на первого ребенка, может быть, с районными коэффициентами, которые там были, или, предположим, решение жилищных проблем должно быть организовано по-другому, значит, чем в целом на территории Российской Федерации, чтобы создать стимул для людей, для капиталов. А существуют ли эти деньги? Существуют ли свободные деньги? Но только, считается, только в Азиатском, Тихо-Хианском регионе денежные средства, которые мы можем было бы мобилизовать для развития тех или иных территорий, значит, порядка 15 триллионов долларов. Нам надо, значит, 500-600 миллиардов на первый случай, для того, чтобы реализовать свои задумки. Я думаю, что это не такие же большие средства, которые, значит, можно извлечь у себя, на рынках международных. Надо только создать для этого условия, чтобы было выгодно, интересно деньгам двинуться туда, значит, где они из денег могут превратиться в капитал, то есть самовознастающие деньги. Естественно. Вот, на самом деле, такие предложения на форуме тоже прозвучали. Вот участник Круглослов, например, Виктор Семенович, он наносил предложение не только о классе на политике, ну а в целом, а как создать условия, чтобы появились там классы на Дальнем Востоке. Это очень важно, на самом деле. Я вот хотел продолжить. Если говорить, например, об инновационной экономике, без интеллектуальной собственности она не может быть, как финансируются НИРы и ОКРы? У нас и за рубежом, например, там 20% государства, 80% бизнес. У нас ровно наоборот. В одночасье, одномоментно эту пирамиду не перевернешь, но то, что ее переворачивать надо, то, что надо сближать хотя бы по лесу, хотя бы 50 на 50, совершенно очевидно. И вот как в режиме мы в адрес правительства записали пункт разработать систему технических норм и требований, направленных на стимулирование спроса на инновации. Ну, понуждение, может быть, назвать там как-то это. Но на самом деле это закон, который необходим, так сказать. Вы знаете, тут тогда, может быть, такой возникает вопрос. Это обсуждалось в рамках конференции, насколько я понял, что нужно не только сверху спускать законы, но еще прислушиваться к местному самоуправлению, к местным парламентам, которым порой виднее, что им нужно, собственно говоря. И вот как здесь тогда решать эту проблему? Ну, вы, Георгий, правильно говорите. Есть такая пословица, одним одеялом Россию не покроешь. Потому что у нас все климатические зоны присутствуют. Это зона самая благоприятная, Сочи, Краснодар. Да, субтропки там близкие. И зона рискованной земледелии, где выпадает 120 мм, чуть побольше, может быть, в Бурятии, там 160 мм. Это зона рискованной земледелии, естественно. В чем специфика самой же Бурятии? Я же вам говорил, повторюсь, что 80% выращиваются в мелких хозяйствах, товарных, крестьянских фермах. Их насчитывается, если память не изменяет, в Бурятии 156 тысяч. Видно это не случайно. Сама уникальность территории, она подсказывает ведение таких небольших хозяйств, которые в значительной степени используют с наименьшей экологической нагрузкой все, что природой дано. Именно оптимальный вариант именно такого рационального использования естественных возможностей природы. Думаю, что это исторически сложилось, традиционно хозяйственно. И с хозяйством не такое, а высокой заинтересованности и мотивации людей к высокопроизводительному труду. Полагаем, что применение пастбищного животноводства, если вы помните, у нас всегда с той стороны из Бурятии были лучшие консервы, лучшие говядина, баранины и так далее. Это, к сожалению, сейчас сократилось, они отмечали. Могли бы заменить австралийское мясо, которое нам все завозят. Наверное, может быть не полностью, но значительной степени. Бурятия приняла проект такой, поддержки и так далее. Но мы в ходе обсуждения круглого стола рекомендовали, чтобы этот пилотный проект, который Бурятия приняла, он был предметом обсуждения всей Сибири и Дальнего Востока. И я думаю, что здесь вопрос такой очень важный. Вы правильно говорите финансовой составляющей. Конечно, к сожалению, люди подчеркивали, что сегодня низкие цены закупочные, что высокая монополизация переработчиков и так далее, это тоже сказывается. И что без решения этих проблем, в общем, достичь устойчивого развития сельского хозяйства именно на этих территориях, ну, просто невозможно. И мы думаем, что сегодня ситуация еще осложняется тем, что мы теперь стали членами ВТО. Это на все сектора, где плюс, где минус, но в значительной степени, конечно, есть проблемы. И об этом подчеркивали участники круглого стола, что и так мы в рамках таможенного союза не лучшим образом выглядим в поддержке аграрного сектора с трех государств на самый низкий. Да и сейчас сюда валом пойдет продукция и не лучшего качества, как показывает практика. Мы в рамках ВТО, к сожалению, подписались, что мы не будем экспорта субсидировать. Все государства субсидируют экспорт. И конкурентноспособность по цене, по себестоимости нашей продукции об этом подчеркивали все выступающие, и в том числе руководители крестьянских феррокозяйств. Конечно, мы понимаем, что и видим, что государство немало делает в том числе. Вот недавно была принята программа, и мы говорили об этом участникам круглого стола. Она, поддержки аграрного сектора, она ни много ни мало на 8 лет и стоит 1,3 триллиона рублей. И здесь мы понимаем. Но в условиях сложности этого года, в условиях, когда сегодня не урожай в других странах США, Канады, Бразилии, это не может не сказаться сегодня на цены образования. И, конечно, если раньше мы до вступления в ЭТО могли регулировать таможенной тарифной политикой, цены, заградительные какие-то мероприятия, сейчас мы этого практически лишены. Хотя есть какой-то переходный период. Это тоже заставляет и власть, и исполнительные, и законодатели работать над тем, чтобы совершенствовать сегодня нормативную правовую базу. Хотя исходить из того, что сегодня мы говорим, что вот вступление в ЭТО ограничило нас там 9 миллиардов, допустим, да? Об этом спрашивали участники круглого стола. А почему мы вот сейчас не достигаем цифры поддержки 9 миллиардов? Она у нас сегодня 4,5. Ну, я, естественно, ответил, как уровень федерального представителя. И, к сожалению, нам не позволяет сегодня бюджет наш, российский. Если мы его наполнили чуть побольше, у нас и возможности были, естественно, поддержки значительные в этом направлении. Другую проблему, там тоже есть проблема дефицита зерна в той же Бурятии и так далее. А сегодня мы видим цены на зерно... Это уже по итогам урожая появилось? Конечно, да. А сейчас мы видим, что у нас зерно-то взлетело по цене. Никогда не было у нас зерно 9 рублей килограмм. А с одной стороны, это выгодно производить с ним, потому что... А зато зерно, это, конечно, как говорят, тепловоз экономики сельского хозяйства. Но через зерно это молоко, это мясо, это все остальное. И, естественно, себестоимость продукции будет увеличиваться. А ее конкурентоспособность в данной ситуации будет уменьшаться, снижаться. Поэтому я думаю, что вот о чем Вячеслав Анатольевич говорил и про налоговый кодекс, режим особого подхода, создание условий привлекательности, ведение бизнеса всех направлений в этих территориях. В советские времена мы что-то делали там, плетью загоняли пряником. Сейчас это не сделаешь. Сейчас только привлекательные условия и минимизация рисков. Человек знал, чтобы он, если идет своими деньгами, бизнес организовывать, что он защищен по тем, по тем направлениям. Вот эти проблемы тоже участники «Круглого стола» довольно-таки остро озвучивали и с болью в душе говорили об этом. Виктор Семенович, а на местах что говорят? Какие именно кластеры им нужны? Потому что очевидно, что в одной республике есть необходимость в одних, или наоборот, есть возможность предоставить специалистов в других. По большому счету основной дележ идет территориальные кластеры, как форма, и инновационные кластеры. Инновационные кластеры предполагают наличие внутри структуры, помимо производственных организаций, представителей Академии наук, вузов, государственных научных центров. А территориальные кластеры – это более производственные, так сказать, что ли. И по форме они могут быть и в рамках муниципальных образований, это вот ЗАТО наши, так сказать, наукограды там и так далее. И в рамках одного конгломерата, как в Москве, там, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томская область, и на базе одного предприятия разные, тут нет такого рецепта, что вот только такие нам, или вот только такие. Вот в этом-то и прелесть, что каждая территория выбирает применительно к себе. И вот это прелесть этого подхода. Но я вот говорил, Геннадий Александрович, хочу поддержать, здесь тоже возникает вопрос, проблема финансирования. Это новое дело, это только-только пошло. 4 июня только завершился конкурс пилотных проектов, 25 проектов определил Минэкономразвитие. Предполагалось, 14 – первая группа, 11 – вторая группа. 14 – первая группа проектов должна была поддержку получить по 5 миллиардов ежегодно в течение 5 лет. Буквально накануне нашей конференции выяснилось, что вряд ли пока. Ну, пока, по крайней мере, неизвестен источник. Я думаю, что вчерашнее замечание президента, так сказать, по поводу бюджета, может быть, заставит обернуться, потому что, в принципе, это реализация стратегии инновационного развития 2020. С чего-то когда-то надо начинать, а совершенно без денег на одних призывах сложно. И об этом с горечью говорили участники, так сказать, нашего круглого стола. Георгий, вы говорите об учете мнения субъектов федерации, непосредственно муниципалитетов, то есть людей, которые вообще живут непосредственно в гуще событий. Их мнение по поводу, как должна развиваться страна, какие принимают законодательные акты, как они трансформируются в практику. Ну, смотрите, на примере Сибири и Дальнего Востока. Вот проблема. Проблема в отставании этого гигантского региона, который по территории занимает более 60% страны, где создан в предыдущие годы огромный потенциал, трудами многих поколений, столетий, значит, россиян. Проблема отставания региона. Что делать? Началась выработка стратегии развития Сибири и Дальнего Востока. На самом деле, выработка этой стратегии принимал широчайший круг людей. Значит, и по официальной линии субъекты федерации, правительство субъектов федерации, законодательные органы, значит, и ученые, и специалисты. И этому было посвящено обсуждение этих вопросов. Что делать? Посвящено несколько таких крупных экономических форумов. И в Красноярске экономический форум, и Дальневосточный, и предыдущие форумы Байкальские. Общими усилиями выработали стратегию развития Байкальского региона Дальнего Востока, которая утверждена правительством России. Сейчас мы занимаемся поиском инструментов для реализации стратегии. Как реализовать эту стратегию? Как мобилизовать финансовые ресурсы? Как людей привлечь к развитию Сибири и Дальнего Востока? Как перенаправить миграционные потоки в нужную сторону? Как заинтересовать молодежь, которая кончает вузы, предположим, в Москве и Санкт-Петербурге, остается возле фонтанов, чтобы они поехали в Сибирь и на Дальний Восток. Вот это сложнейшая такая проблематика. Вот этому посвящены теперь уже те форумы, которые сейчас проводят, в частности, наша международная экономическая конференция, прошлогодний Байкальский форум. Видите так, события развиваются в определенной логике, в определенной последовательности. Вот мы говорим, необходимо создать особые условия жизни на Дальнем Востоке, чтобы сделать ее привлекательной. Особые условия хозяйствования, особые формы, вот классный подход, государственная партнерство, свободные экономические зоны, надо развивать или иные отрасли, там, сельское хозяйство, промышленность и так далее. Значит, теперь должен быть, и для этого надо создать там особые условия. Вот субъекты федерации в прошлом году 83 предложения внесли об особых условиях, начиная от налоговой системы, какие налоги платить, какие не платить, кончая там разрешительной документацией и так далее, как там все делать на Дальнем Востоке. 83. Я должен сказать, что, вообще говоря, официальные, будем говорить, правительственные экономисты, их советники, исходя из либеральных представлений своих формирований экономической политики, начисто это все ответили. По каждому 83 пункту есть отрицательный ответ. Но жизнь идет. Почему так происходит? И практика показывает, что не получается без реализации, механизм. И вот такие обсуждения, как на этих форумах, они все-таки подводят мысли о том, что необходимо учитывать мнение субъектов, муниципалитетов, хозяйственников, просто людей. Даже не специалистов, а те, которые могут высказать свое мнение, интересуются этими глубинными вопросами. Вот по итогам международной конференции, вчера, вернее, два дня назад, состоялась вот наша встреча с представителем правительства, который сказал следующую вещь. Вот на основании анализа того, что происходит, на основании старого нашего исторического опыта, который был в царской в России, в советское время, все-таки мы подошли к выводу, что да, правы те специалисты-экономисты, которые говорят, что надо создавать эти особые условия, надо сделать стряску, рывок для Дальнего Востока и Байкальского региона в целом. И как бы прорабатываются, начали прорабатываться по всем направлениям сначала основные направления, основные подходы, а потом мы, конечно, сделаем комплекс законов. Надо заменять бюджетный кодекс, налоговый кодекс, много других законов, градостроительный кодекс и так далее, для того, чтобы создать эти условия. То есть, видите, идея, которая высказывается сначала небольшим числом специалистов, не воспринимается, отвергается. Потом, исходя из того, что получается на практике, исходя из последующего обсуждения, уже материализуется. И, как говорил классик, идея владельства массами становится материальной силой. Но мы надеемся, что и здесь так же будет. Вот я в подтверждении и поддержке Вячеслава Анатольевича, конечно, могу сказать, что все, что сказано, оно действительно сегодня приобретает реализацию конкретную через определенное время. Но мы, видно, у нас ментальность такая, все новое, мы воспринимаем штыки и говорим, что хорошо, я буду менять, меня вроде устраивает. Но проходит время, все меняется, и подходы, и виды, и сами проблемы меняются. Вот мы говорим сегодня, про ВТО я говорил сегодня, ведь все вырастут цены, придут они цены на прилавок, а мы по разным по счетам, там 40, кто говорит, то 35 процентов продовольствия завозим. А повышение этих цен сегодня создаст какое-то напряжение в начале и так далее, и недовольство людей, потому что не все люди могут в состоянии компенсировать то повышение цен, да, и об этом мы прекрасно видим и слышим. И здесь, в этой части, конечно, как предложение звучало там, на круглом столе, что сегодня мы должны подойти адресно к тем, кто сегодня живет за чертой бедности, на примере Соединенных Штатов Америки. Там талон или как карточки называемые, они получают, на эту карточку средства из бюджета, для того, чтобы они могли минимально приобрести перечень продовольствия, для того, чтобы нормальное жизнеобеспечение было человека каждого, живущих в этих условиях. Но продовольствие отечественное, и, естественно, по определенным ценам и так далее. То есть одной поддержкой, собственно, своих производителей. Сегодня у нас есть база данных налогоплательщиков и прочее. Все люди у нас с НННами и так далее. Проблемы адресности этой поддержки у нас практически нет. Это один из моментов заувалированных, так сказать, поддержки, и аграрного сектора в том числе, потому что люди сегодня говорили, что экономика-то у нас пока в аграрном секторе остается напряженной. И через эту проблему можно именно решать проблемы социальные, снимать социальные напряженности. Я думаю, что мы к этому все равно будем идти и продвигаться. Вы знаете, еще один такой вопрос, который я, бывая в дальневосточных регионах Сибири, задают люди, что регионы богаты природными ресурсами. Нефть, газ, все есть. Но при этом во многом они уходят, и по-понятно, опять-таки, это рыночная экономика, они уходят за рубеж, где есть спрос. Но при этом этим же газом и этим же нефтью можно было бы отапливать и давать дополнительные энергомощности регионам. Это как-то обсуждалось на конференции? Потому что очевидно, что даже если сейчас строить дополнительные кластеры, производство и так далее, им нужно электричество. Соответствующая социальная инфраструктура. То, о чем я говорил. Это комплекс, но как минимум электричество, потому что иначе не будет работать. Я вам хочу сказать, что я всю жизнь проработал, большую часть жизни проработал в Новосибирской области и прожил. И я хочу сказать, что у нас в свое время обеспеченность газом была на уровне 6-7%. Сейчас принимаются достаточно серьезные меры администрации. Они поддержаны, как мне сказали, руководством «Газпрома». И я думаю, что в ближайшее время эта тенденция роста, охвата будет увеличиваться. Это и у наших соседей, так же будет и в Томске, и в Алтае. Но, к сожалению, казалось бы, из Сибири газ и нефть идет куда угодно, но только не к нам и только не у нас. И вот эту диспропорцию, конечно, надо в ближайшее время устранить. Если мы говорим о создании привлекательных условий в Сибири и на Дальнем Востоке для того, чтобы развивать экономику. Да, безусловно. Там у нас были специальные круглые столы, которые были посвящены развитию инфраструктуры. Ну, конечно, очень важный вопрос развития транспортной инфраструктуры. Как с точки зрения наших международных связей, так и самое главное усиление интеграционной связи между восточными и западными районами страны. Это проблематика БАМа, Байкал-Мурской магистрали, проблематика их работы в паре с Трансибирской магистралью. Это и автодорожное строительство. И, конечно же, как всегда, для Дальнего Востока, для Сибири наиболее актуально, может быть, эта тема, которую вы, Георгий, подняли, это создание инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Я должен сказать, что на самом деле за последние десятилетия там у нас на Дальнем Востоке и в Сибири происходит революция целая в этом направлении. И, в принципе, правительство и, конечно, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложили максимум усилий для того, чтобы начать решение этой проблемы. Там реализуются гигантские действительно проекты. Ну, например, нефтепровод Восточный Сибирь и Тихоокеан. Это создание нефтяной промышленности Дальнего Востока, создание транспортных возможностей и обеспечение наших нефтепроводящих заводов, которые там у нас есть, в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, значит, сырьем, которое позволило бы решить проблему топлива для Дальнего Востока. Раз. Началась реализация гигантского проекта, проект, который, наверное, больше будет, чем даже строительство БАМа, это строительство, реализация Восточной газовой программы. Вот часть уже сделана. Сахалин, Хабаровск, Владивосток, газопровод построен. Началась газификация Дальнего Востока, Южных районов. Начался перевод на газовое топливо крупных электростанций. Начинается в этом году следующий этап. Создается Якутский газовый центр и гигантский газопровод Якутия-Хабаровск. По пути будет газифицирована и Еврейская автономная область, и Амурская область, и Якутия. Не вся, но территория огромная, но значительная часть. Дальше, следующим этапом Восточной газовой программы освоения Кавытинского месторождения, газификация Иркутской области, тотальная такая газификация. Газификация Бурятии и Забайкали. Видите, как сдвиг пошел колоссальный. Конечно, сегодня решена только первая, первый этап. Газ подан в Владивосток, но вот в рамках стратегии развития Дальнего Востока все это будет. На форуме обсуждались также важнейший вопрос интеграции энергосистем Дальнего Востока и Сибири. Они существуют, но работают раздельно. И поэтому те мощности, которые есть дешевой электроэнергии, сибирские гидроэлектростанции, и даже дальневосточные гидроэлектростанции, такие как Бурейска, Зейска, они не могут быть в полной мере использованы. Нужны соединительные связи, нужна возможность переброска электроэнергии, нужно строительство промежуточных генерирующих мощностей, такие как МОКС, КГС, Новитимия и так далее. То есть эти вопросы были тоже в центре внимания, и они рассматривались с практической точки зрения. И там принято решение не только программного характера, что будет до 2025 года, а конкретное решение, скажем, о строительстве новой ЛЭП-500 от Устелима до Нижней Чары, это вдоль половины БАМа. Там будет реализовываться целый ряд крупных инвестиционных проектов. То есть форум привел к решению не только поиска теоретических подходов, но даже таким практическим вопросом. Безусловно, вот эта тематика, она всегда в центре внимания, когда мы говорим о проблемах Сибири и Дальнего Востока, и на форуме тоже. И, кроме того, там были предложены еще и некоторые изменения в законодательство, проекты для разработки, которые позволили бы все-таки решить вопрос привлечения и частных инвестиций вот в эти сферы, отрасли. Над ними тоже поработаем. То есть отдача от этого нашего конференции и теоретическая, и практическая. Это самое главное, потому что мне так кажется, что для людей, которые живут в этих регионах, в Сибири, на Дальнем Востоке, важно понять то, что это конкретно вкладывается, и жизнь там будет развиваться и будет вкладываться. К сожалению, тема обсуждения проблемы Дальнего Востока и Сибири настолько большая, что ей надо посвящать не одну программу, а гораздо больше. Наше время сейчас заканчивается. Спасибо большое за эту дискуссию. Напомню, что мы сейчас обсуждали Байкальский международный экономический форум и конференцию, и все проблемы, которые актуальны для Сибири и Дальнего Востока. Это была программа «Сенат». Спасибо за внимание. Спасибо.